здравствуйте друзья вот это я вам хочу показать венецию перед дождем целый день было 27 вчера было 7 потом 12 градусов днем сегодня тормит сегодня 27 днем и вот на вечер дождь и холодно и вечер но я не знаю что это за погода у нас а как у вас скажите я вам о своей а венецианской погоде но такая она непредсказуемая у нас не знаешь как одеваться реально вот одета балеринка хотела отснимать вам магазин снять магазин где я покупаю балетки разные это римский время возле рима фабрика чистая итальянская обувь и вот приехала называется ехала ехала и приехала красивая она даже перед дождем читая вот сегодня ехала в аппарата смотрела и она мне была какая-то опять другая я думаю жена это так странно что какие-то разные чувства одно и то же место и и всегда какое-то разное чувство наполняет меня при виде и при посещении этой загадочной госпожи венеции смотрите на улице дождь я под дождем без зонта кто с зонтом кто вот сидит даже никуда не собирается подниматься чуть не упала как у большущий был колодец нас уже открыли внутри нельзя сидеть только на улице вот так она выглядит моя венеция под дождем да моя уже моя четыре года как моя хошь не хошь уже моя ну вот это так постоянно ходят здесь гуляют вот именно виду играться и нонсерва да так себе люди отдыхают одиннадцать метров напоминаю все гондолы 11 метров вот как раз он моет убирает день заканчивается рабочий убирает свою гондолу наверное будет чем-то накрывать на ночь потому что дождик так чуточку покапал может ночкой опять пойдет дождик но протирает молодец это просто вот так возле канала продается мороженое на каждом шаге что-то голуби гондольеры спортсмены в возрасте 70 плюс акация цветет боже какая она уникальная до венеция реально да как-то все все вместе все как бы сочетается все женится как говорит юлия высоцкая вот это инжир среди венеции просто на улице новая эстрада до инжир они говорят фики фики конечно еще очень рано чтобы он и не знаю через месяц наверное можно будет кушать там туда же белого творец инжир розы страда вот это ресторан джипанезе но джипанезе си алина скрыта чинезе этаж лука куда мы ходим кушать запланировано сюда уже тоже только надо на улице сидит нельзя еще внутри мы туда ходим постоянно клубки китайская мафия напоминаю венеции и он мафиози молодой такой нужен в ноте ну это лука это на итальянском на него то говорят как на китайском я не знаю нету его сейчас а вот это сан то он албанес а я ловно патетку а у вене и думай не кассе сессия ревьяна официант говорит что перед тем как эти прийти он для мара рассказывает наберете меня скажите вы столиком оставил потому что воскресенье много людей запланировали в воскресенье а когда партия партифина алле а праздник и ора а вы воля партира матчина это мы подходим казино венеция которая конечно же закрыта просто я иду на вапаретто и буду ехать на пиацу рома вот это дорога ведет после казино ну как бы я специально поворачиваю сюда чтобы вот вам сделать видео ты рядышком пострадиного сессии все такими как всегда закоулочками вас вожу солнышко садится так прикольно да вот это желтое пятнышко это солнышко с лица и вот это гранд-канал вот я сейчас выхожу и на гранд-канал все истории натурали которыми никогда не было пандо а при без унина дар и тут и музей так и писали сэм пропустили антар и в эти седям а тут забегу в это дворики все мужиком я уже пропустила одного порядка сейчас добиваются опять дождать вот я просто показываю внутри и как тихо там страда нова за мной за мной гранд-канал а внутри вас будет какая тишина я помолчу и жасмин идем подойдем жасмину боже как я скучаю за жасмином и за сиренью да жасмин еще здесь есть а сиренью я тут не хотела никогда с ума сойди не хочу веточку пусть растет пусть живет пусть растет какая красота и птицы поют вы слышите но это рассказка жасмин джель сами на на итальянском джель сами на жасмин только что его сводила в дворик и забыла вам перевести джель сами на так и выхожу 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 остановку водного транспорта аппарата я уже слышу он едет до бегу всем привет и всем до свидания мы немножко погуляли и отправляемся домой да я уже как везла в этот тренч уже и хожу в нем постоянно а сегодня одела даже балетки вот такие не кроссовки а балеринки чистая итальянская и чистая венецианская если просим а вольте бизонья компраре мольта вичину аквы и кванда аква альта если тут инказа когда вода поднимается все заходит дом вот эти балкончики низенькие видите все поднимается вода на доме уже и колокола и там террасы я хочу чтобы вы увидели эту террасу 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 вот моя баттела подъезжает баттела это директ и венецианском аппарате так все хочу вам сразу рассказать 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 вот терраса видно вам там это же растение есть на террасе анки к вопросу и я фото а там же идет дочь и 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 позже судьи жили что я вам говорю на итальянском который работает на работали на сан-мардо да вот так вот на остановочка выглядит и дулечка с бабулечкой, что они могут войти. Ну вот, отчалила. Две остановки и Яна-сан на площади Рома. Могла, конечно, пройтись, но захотела подъехать. Нагулялась уже сегодня, наверное, достаточно. Немножко покатаюсь. Вот это Венеция после дождика. Но дождик был такой небольшой, несильный, покапал немножко. И опять все тихо и спокойно. Вот эта церковь впереди нас, Санта-Лучия. Ой, как это называется? Лучия, да, сейчас посмотрю правильно. Но я расскажу вам историю в этой церкви. Мальчик был очень влюблен в одну девочку. А она решила уйти в монастырь. Когда она ему это сказала, что я ухожу в монастырь, он просто был очень зол на нее и пошел на ябедничал, сказал, что она занимается зем, она мешала на ведьмах. Ну, поплеветал человека. И выкололи глаза. Такое наказание сделали. Она ушла в монастырь, конечно. Вот такое жесткое наказание было. Как она ей отомстила, то, что она не окрепила на его любовь, а решила уйти в монастырь. Лучия, Верджина. Верджина – это девушка. Да, она таки осталась девушкой, конечно. Ну, такие вот истории. Это очень коротко-коротко вам рассказала. А вот сейчас мы остановились на остановочке Рива де Биазио. Тоже есть одна легенда. Здесь такой ресторан и очень вкусное мясо. Все приходили сюда кушать, потому что какой-то специальный был такой дешев. Всем очень нравился, да. И один раз. Ну, а секрет этот шеф-повар и хозяин ресторана никогда не рассказывал. Рива де Биазио. Смотрите, вот как написано, да. Там есть вот ресторан. И он никогда не рассказывал секрет. И один раз. Кто-то из посетителей. Когда кушал. Увидел пальчик младенца. В тарелке. И доложил это для полиции местной. Они сделали расследование без предупреждения. Явились на кухню. И увидели, что он просто убивает деток. И вот, ну, то бишь, каннибализм. Люди кушали. Оно было очень сладкое и вкусное. Это, оказывается, была человечина. Конечно же, его судили. Ну, вот такая тоже история легенда венецианской. Одна из легенд. Вот мы уже подъезжаем. Красивое небо. Видно вам, какое шикарное небо, да? И меня радует, когда вот я вижу деставрационные работы венец. Меня это очень радует. Боже, и этот ресторан, много людей. Ну, можно сидеть только на улице. Это меня тоже очень сильно радует. Что же все открывается потихонечку, понемножку. Но помните, когда я делала видео, когда вода была низкая, и видно было, на чем стоят вот эти, не знаю, как называются, эти мостовые, не мостовые. Не знаю, как это правильно называют. Там, где люди сидят, вот эти подмостки. То я бы там не сидела. Потому что видела, что какое все было дряхлое. Такое уже гнилое все. Так, а вот это возле Санта-Лучия, ЖД вокзал. Вот это Кезо-Изуити. Тоже иезуити. А иезуити, это такое было направление религиозное. Радхожу. Уже какая я вредная. Все хочу вам рассказать максимально. Это такое было направление. Вот, ну, из Рима, конечно, это все шло. И венецианские разрешали. Не хотели принимать в своей венецианской республике иезуитов. Потому что это отверстие от масонов шло. Не хотели, не хотели. А потом две церкви сделали тут иезуиты. Они были очень богатые. И построили две церкви. Посмотрите, женщина рулит в аппаратах. Капитан. А не, это мужик. Боже мой, я думала, что это женщина. Это мужик. Просто длинные волосы. Боже. А я думаю, сделаю вам такое вот открытие, что это женщина-капитан. А это мужчина. Просто волосы очень длинные. Всем пока и спасибо за просмотр. Надеюсь, было вам интересно со мной. Всего по чуть-чуть увидели и узнали опять. Всегда хочу, чтобы вам новенькое, новенькое, новенькое. И так ненавязчиво, чтобы просто вам где-то отложилось в памяти. И потом, когда вы приедете в Венецию, скажете, я вот, а Жанна говорила то-то, то-то. Напоминаю, мои видео живые. Вот что увидела, вспомнила и сразу вам сказала. Я не начитываю потом за кадром. И я думаю, что это правильно, потому что это не такие эмоциональные, вот, настоящие. Все, папа. Спасибо всем еще раз. Будьте здоровы и счастливы. Любимы всегда.